О самых заветных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Лимит на уголь. На востоке республики не хватает твердого топлива. Чтобы загрузиться, жители вынуждены ночевать на тупике. Без крыши над головой. Титулованный спортсмен может остаться на улице. В курсе ли его проблемы местные власти? Новый предвыборный рекорд в Кыргызстане и нерадужные перспективы афганских медиа. Самые интересные события в нашем международном обзоре. Проверка на земле, воде и суши. В Казахстане завершила серия военных учений от Пантау-2021. В заключительном этапе принял участие президент страны. Касым Жумар Тукаев находится в Мангоставской области с рабочим визитом и сегодня прибыл на полигон Уймаша, откуда наблюдал за боевыми действиями. Как оценил уровень подготовки вооруженных сил верховный главнокомандующий в материале Ивана Тулинова. Противники условные действия приближены к реальным. Сценарий для этих учений разработан с учетом современных вооруженных конфликтов. Разведка, как наземная, так и воздушная, передает данные в центр, откуда войска получают команды для нанесения ударов. Это историческое место является символом нашей крепкой государственности, сплоченности и героизма нашего народа. В периоды внешних угроз наши предки зажигали на вершине этой горы сигнальный огонь и в ответственный момент собирались под одним знаменем. Поэтому в народе его называли огнем единства. Наши воины отправлялись на защиту родной земли с подножия от Пантау. Здесь проходили важные собрания, на которых решалась судьба нации. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы свято чтим память о наших батырах и сохраним преемственность традиций. Вы наблюдаете результаты боевого применения авиационных средств поражения продолжают авиационный удар по выявленным пунктам управления боевиков вертолета армейской авиации Ми-35. Полигон ОМШ только одно из мест действий. Всего учения проходят в семи точках по стране. В них задействуют до 9 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц техники, что для отработки военных действий довольно внушительная цифра. Военные подчеркивают, проверка боеготовности войск была начата внезапно. Передовое управление генерального штаба или головной мозг проходящих учений также находится здесь, на полигоне, откуда за действиями можно следить в онлайн-режиме. Основной акцент был сделан на применение новых форм и способов использования войск с учетом опыта последних военных конфликтов. Но мы прекрасно знаем, что в последних конфликтах широко были применены радиоэлектронная борьба, беспилотные летательные аппараты, борьба непосредственно с беспилотными летательными аппаратами, системы противовоздушной обороны, инженерное оборудование, позиции, в том числе и использование подземных коммуникаций, ну и, конечно же, маскировка. Под контролем все даже акватория Каспийского моря. На данном этапе мы отрабатываем тактические действия войск, применением новых форм и способов ведения боевых действий. Это такие, как элемент ЦАКОРГАН, элемент УНГРШОКПАР. Это основной наш боевой удар, используемый в танковых войск, то есть танковых подразделениях. То есть здесь отрабатывается вопрос эффект внезапности появления ниоткуда, нанесением удара, поражением противника. Президент отметил, боевая подготовка вооруженных сил страны находится на высоком уровне. Это демонстрируется на военных учениях, в том числе международного уровня. Уверен, наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке, если она произойдет. К этому всегда нужно быть готовыми. Казахстанские военнослужащие успешно выполнили ряд важных задач по эвакуации наших граждан из Сирии и Афганистана. Наши миротворцы в сложных условиях несут службу в Ливане и Западной Сахаре. В армии идет постоянный процесс модернизации, обеспечивающий готовность к современным вызовам и угрозам. Активно развиваются силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения. В армии отрабатываются противодиверсионные действия, расширяется применение высокоточного оружия и беспилотных средств. Военные почти всей страны отрабатывали боевые действия с начала сентября. Они протянулись на расстояние в общей сложности 3000 километров. Глава государства отметил, учения проходили во время серьезного осложнения военно-политической обстановки в Центральной Азии. Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных стресс-тестах не менее важна, чем военный компонент. Армия Казахстана должна соответствовать всем современным требованиям. И по словам Касымжимар Татукаева, согласно концепции развития вооруженных сил, в стране продолжится оснащение войск новым вооружением и техникой. Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом, технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии. Сами военнослужащие также не останутся без внимания. С этого года должностные оклады увеличены на 35%. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60%. Глава государства подчеркнул на фоне других стран СНГ, социальный пакет казахстанских военных один из самых конкурентоспособных. Иван Тулинов, Ербол Деиров, Дулат Интибеков при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Актау. Терроризм, наркотрафик, торговля людьми и киберпреступность. Борьбу с этими угрожающими реалиями призвали вести сообщано. В 31-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров СНГ в столицу Казахстана приехали представители восьми стран Содружества. Участники встречи обменялись информацией о передовых практиках работы. Госсекретарь Казахстана Крымбек Кущербаев зачитал приветственное слово главы государства. Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ является важной площадкой для изучения и последующей имплементации лучших мировых практик в сфере защиты прав человека. Такой формат взаимодействия – это пример продуктивного международного сотрудничества правовой плоскости. На пространстве СНГ все более востребованными становятся общие усилия для обеспечения законности и правопорядка. В этих условиях Координационный совет вносит весомый вклад в расширение партнерства и укрепление стабильности в регионе. До 120 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, ежегодно возбуждают в Казахстане. Лишь 70% из них доходят до суда. Об этом в Алматы на презентации специального доклада о проблемах защиты прав граждан рассказали эксперты. По их словам, низкая выявляемость таких преступлений связана с отсутствием эффективного взаимодействия правоохранительных и государственных органов с кризисными центрами. Не исключены факты, когда торговцы людьми давали взятки полиции. По статистике, в группе риска чаще оказываются иностранные граждане. Они становятся жертвами трудовой и сексуальной эксплуатации. При этом, амиграционная служба нередко рассматривает их как потенциальных правонарушителей. Авторы доклада предлагают создать мониторинговую группу, которая будет посещать разные объекты деятельности, включая крестьянские и фермерские хозяйства. Рекомендация данного доклада основная новизна. Те иностранные граждане, которые временно приезжают в Казахстан на месяц, на 2-3 месяца, на 15 календарных дней или на полгода, в том случае, если они признаются жертвами торговли людьми, независимо от возбуждения уголовного дела, считаются жертвой торговли людьми, теперь они будут иметь доступ на получение специальных социальных услуг, которые оказывают кризисные центры разные, в том числе специализированные МПО. Новорожденного продали в Уральске. Сделку совершила 28-летняя сельчанка. Она передала своего ребенка двум жителям Бурлинского района. Попиющий факт выявили правоохранители Западно-Казахстанской области во время оперативно-профилактического мероприятия «Стоп-трафик». В интересах следствия какие-либо подробности не разглашаются. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135-й. Обвиняемому по данному факту гражданину грозит лишение свободы сроком от 5 до 9 лет с конфискацией имущества. Свыше 18 миллионов тенге выплатили предпринимателям, не имеющим отношения к аграрному сектору. Нарушения при распределении субсидий в Карагандинской области выявили сотрудники антикоррупционной службы. Они проверили реализацию программы финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Отмечу, государство возмещает часть расходов фермеров при инвестиционных вложениях. Некоторые аграрии умудрились дважды вернуть затраты на одну и ту же технику. Аналитики ведомства и специалисты Минсельхоза работают над устранением коррупционных рисков и определяют круг виновных лиц. Смотрим по паспорту комбайн один и тот же. Два разных юридических лица. Квартал, холдал, посредством которого сельхозпроизводитель получает субсидии, она дает возможность. Двойная регистрация, я могу подать свою заявку как частное лицо, и ты можешь подать заявку. И при этом у нас техника будет одна. Мы все эти вопросы отправили тоже в Управление сельскохозяйства, непосредственно в Министерство сельскохозяйства, чтобы устранить. Прекратить разговорчики. На афганских радиостанциях ведущим запретили общаться с женской аудиторией. А до этого под запрет попали песни. В испанской Ла Пальме тоже не до песен и плясок. Там пятый день извергается вулкан. Раскаленная лава поглотила дома жителей Канаров. Гульнара Жендагулова расскажет подробности. Радиоведущим запретили разговаривать с женщинами в эфире. Такое правило распространилось на радиостанции в афганской провинции Хост. Перед этим талибы заявили руководству этих СМИ, что больше нельзя транслировать песни. Все эти запреты привели к краху, жалуются сотрудники радио. Средства массовой информации добились больших успехов за последние 20 лет. Но текущие ограничения, введенные талибаном, создали проблемы для СМИ. Талибан должен больше открывать средства массовой информации вместо того, чтобы вводить ограничения. Но большая неразбериха творится сейчас в образовании. Талибы назначили ректором Кабульского университета Мухаммада Ашрафа Гейрата. И что больше всего может позабавить в этой истории, новый глава ведущего вуза Афганистана, обладатель степени бакалавра в области журналистики. Гейрат возглавил крупнейший вуз вместо доктора наук, профессора Мухаммада Османа Бабури. Новый руководитель Кабульского вуза, по мнению студентов и преподавателей, еще достаточно молод и не имеет должного опыта, чтобы возглавлять главное учебное заведение страны. Сотрудники военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании замерили уровень токсичных газов, рядом с извергающимся вулканом, на юго-острове Ла Пальма Канарского архипелага. По их словам, угрозы для людей нет. Вулкан в национальном парке Кумбреха-Вьеха активен уже пятые сутки. За это время потоки лавы уничтожили почти 200 строений и стали причиной эвакуации свыше 6 тысяч местных жителей. Нет никаких проблем с уровнем серы. Замеры показывают, что опасности для человека он не представляет. Облако углекислого газа сейчас в своей наивысшей точке около 3000 метров и угрозы здоровью не несет. Потоки раскаленной породы, медленно движущиеся на запад, уничтожают все на своем пути. Леса, дома, церкви, школы и плантации бананов, которые являются основным продуктом экспорта Канарских островов. Сотрудники экстренных служб пытались перенаправить лаву в ущелье, чтобы минимизировать ущерб, однако их усилия не увенчались успехом. То, что началось в воскресенье, как что-то необычное, красивое и зрелищное, на следующий день обратилась к трагедии. У меня нет дома в Лалагуне или Тадоке, но у меня там много друзей. Их семьи потеряли все. Наш город живет за счет местных жителей. Здесь нет туристов. Наши сердца разбиты. Мигранты из Латинской Америки, которые перебрались в Техас, решили остаться на мексиканской стороне. Многие вернулись в Мексику в поисках еды, медицинской помощи и припасов. В Сиодат Акуния мигранты получили от местных благотворителей еду и одежду. В стихийном палаточном городке под мостом Дели Рио в Техасе находилось до 14 тысяч человек. Американские власти депортируют их обратно на родину. Мексиканцы очень хорошо относятся к нам, гаитянам. А в Техасе американцы дают нам только бутылку воды и кусок хлеба в день. Здесь мы можем есть весь день. На Кубу прибыл первый рейс с туристами из Испании. 50 пассажиров вылетели из Мадрида в Гавану. У пассажиров по прилету измерили температуру и перед отъездом из аэропорта провели бесплатные тесты на ПЦР. Ежедневные полеты на остров Свободы возобновятся только в 2022 году. В Кыргызстане новый предвыборный рекорд. О своем участии в предстоящих парламентских выборах заявили 75 политических партий. Такое огромное число усложнило и без того непростую задачу для избирателя, который должен будет определиться только с одним кандидатом. Бакит Чермашев расскажет. Главная причина партийного ажиотажа в Кыргызстане снижение избирательного барьера. Раньше, чтобы пройти в парламент, нужно было набрать по всей стране 7% голосов избирателей. Теперь 5%. Даже несмотря на то, что до финиша дойдут не все 75 политических движений, в избирательном бюллетене все равно будет не меньше пятидесятков партий. Для избирателя задача усложняется еще из-за того, что кроме самой партии ему предстоит выбрать своего кандидата внутри партийного списка. Победители рейтинга попадут в первую десятку, а значит и в парламент. Многие лидеры партии будут говорить даже так. Давайте так. Голосуйте за партию, второй группу не отмечайте. Тогда им будет легче. Иначе ситуация будет такая, что лидеры партии могут остаться за бортом. Получив минимум голосов, а централизгом того, кто больше получил кандидата, вперед двигает. Поэтому, наверное, лидеры партии будут апеллировать к избирателю с просьбой отмечать только партию. В будущем парламенте 54 места будут отданы политическим партиям, 36 победителям в одномандатных округах. Еще одна задача для избирателя, который в бюллетене должен будет найти имя своего кандидата и не перепутать его с партийными выдвиженцами. Центр избирком уже разделил страну на 36 территорий, на каждой из которых не меньше 100 тысяч избирателей. Причем голосовать в одномандатных округах смогут только те из кыргызстанцев, кто находится в стране. Туристы, студенты, обучающиеся за границей и трудовые мигранты в этот список не попали. А их на минуту около 70 тысяч человек. Все граждане, которые временно находятся за рубежом, они имеют регистрацию постоянную на территории Кыргызской республики. Это право у них не ограничено. Если бы они были в Кыргызстане, они бы голосовали и обеспечивали бы тоже, вносили бы свой голос за представителя от данной территории. И это международная практика. Голосование по одномандатным округам за рубежом, как правило, не проводится. За два месяца до выборов в Центр избирком пытается как можно понятнее объяснить электорату все сложности выбора по новым условиям. Недопонимание может привести к оспариванию итогов и будущим протестам. Так уже было в 2020 году, когда нарушения во время голосования на выборах в парламент стали причиной массовых беспорядков. Избрание депутатов Джекуркуки-Неша назначено на 28 ноября. Бакыт Чермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Первое такси для женщин откроется в Тбилиси. Уже в конце сентября служба начнет работу. Компания предлагает безопасные поездки для женщин, девочек и мальчиков до 16 лет с организаторами новой инициативы в Грузии. Встречалась Юлия Тушилкина. Путешествуйте безопасно призывают создатели первого в Грузии такси для женщин. Участившиеся случаи домогательств со стороны таксистов и отсутствие защищенности. Все это послужило поводом для создания такого сервиса. В новостных сводках за последнее время июньский случай, когда 18-летняя жительница Тбилиси выиграла суд, наказав тем самым пристававшего к ней таксиста. Но большинство женщин скрывают подобные истории. Поэтому как выход в создании службы, где работают только женщины. К слову, женское такси есть в Англии, Египте, Австралии и других странах. Я давно хотела открыть такую компанию. Во-первых, в последнее время участились факты сексуального и психологического насилия над женщинами. А во-вторых, наша компания даст многим женщинам шанс развиваться и заработать. К слову, услуга такси действует не только для женщин и девочек, но и для мальчиков до 16 лет. Очень много людей сейчас нам указывают на дискриминацию. Но это не так. Это дифференциация, которая создалась из-за потребностей общества. Отбор водителей проходит довольно жестко. Требования для претенденток, водительский стаж от 3 лет и наличие хорошей истории вождения. Собеседование проводится совместно с психологом, который также активно включен в процесс отбора. Также мы собираем документацию, чтобы удостовериться, что наш водитель подходит. И, конечно, для нас очень важно, чтобы и клиент, и водитель чувствовали себя в безопасности. 33-летняя Саломе уже успешно прошла кастинг. У нее 8-летний стаж вождения и ни одного штрафа за нарушение. Днем девушка работает в администрации столичной школы, а в такси будет трудиться по вечерам и в выходные. Я очень люблю по вечерам кататься по городу. И всегда думала, что как-то бессмысленно езжу. Обидно, что в Грузии женщин-водителей серьезно не воспринимают. И к женскому такси неодобрительно относятся. А я бы хотела сломать стереотипы. Когда я узнала об этой компании, заинтересовалась и решила попробовать себя в этой сфере. Надеюсь, для меня это будет успешно. Получу опыт и финансовую выгоду. В компании уже 15 женщин-водителей на своих автомобилях. Пока такси работает в Тбилиси. А после есть планы расширить сеть по всей стране. Юлия Тужелкина, Шалова, Сур-Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. Жители поселка Даулет в Алматинской области на протяжении 10 лет дышат затхлым воздухом. Все потому, что в километре от них находится цех по переработке костей животных. Из них готовят корма для птицефабрики. Усугубляет ситуацию и завод по утилизации медицинских отходов, который тоже расположен неподалеку. Анастасия Валикжанина знает подробности. Полтора года назад Айгуль Жумашкенова переехала жить в поселок Даулет. Но тут ее ждал неприятный сюрприз. Женщина стала чувствовать зловонный запах. Как оказалось, подобные ощущения испытывают около 2000 человек, проживающих здесь. Они говорят, что дышать невыносимо. Особенно, когда дует ветер. Мы ни днем не можем дышать, ни ночью не можем дышать. Открываем только окна и начинается запах этот. Мы все бежим, все подскакивают от запаха, просыпаемся ночью и где-то часа в 4 утра. От непереносимого. И мы начинаем закрывать окна. Это где такое видно, чтобы от запаха люди просыпались. Как оказалось, отвратительный запах идет от мини-цеха по переработке костей мертвых животных. Из этих отходов его хозяин Асанбек Байкабатов производит комбинированный корм для кур. А затем его используют на птицефабрике, которой тоже владеет мужчина. Там все вываливает. И кости с города привозят, окорочка, цыплята. Они везде валяются. И птицы клюют, и собаки рассаскиваются по всей территории. Всем поселкам и роспись все собирали, относили в Акимат. Никаких сдвигов нет. По словам хозяина Асанбека Байкабатова, цех функционирует не всегда. Работает лишь тогда, когда есть потребность в кормах. Обычно в день с базаров рабочие привозят около двух тонн мясных отходов. Но люди, наслышанные о переработке, иногда сами сюда их доставляют. Хозяин не всегда принимает отходы. Зачастую либо оборудование сломано, либо в этот день нет переработки. Тогда люди просто-напросто вываливают весь этот гнилой груз где-нибудь поблизости, говорит хозяин. Его рабочим приходится все это собирать. По нормативам мы, например, соблюдаем, у нас стоит два котла. Мы отсюда имеем право до километра и более. Километр 200, километр 300, то есть запахи могут. То есть это та же самая санитарная норма, которая признала у любого предприятия. Хоть в кинофабрику возьмите, хоть здесь возьмите. Должна быть санитарная норма до километра. Однако совсем недавно ветеринарная служба Толгарского района оштрафовала хозяина за то, что он не полностью огородил территорию своего цеха. Точную сумму еще не определили. Штраф составит не менее 60 тысяч тенге. Владелец предприятия обещал в течение двух недель устранить все недочеты. Анастасия Валикжанина, Кинджи Амраев, Алматинская область, Хабар-24. Многодневные очереди за твердым топливом. В Усть-Каменогорске снова ажиотаж с углем. С первыми холодами в точках его продажи стал потворение грузовиков. Пришлось даже ограничить количество выдаваемых тонн в одни руки. Наши корреспонденты разбирались в причинах дефицита. Подробности у Анны Лесенбердиной. Железнодорожный тупик на левом берегу Усть-Каменогорске единственный, откуда берут уголь жители не только областного центра, но и всех районов по соседству. Курчум, Кокпикты, Улански. Как раз из последнего приехал сюда Асланбек Калелов. В очереди он уже третий день. Возмущается такая история, повторяется, здесь каждый год. Бестолку все. Слова говорим, а дело не делается. Это надо открывать вон на левом берегу еще. Есть тупики вон, мостотряд есть, вот на линии есть повышенные тупики. Открывать надо. Я не знаю, почему так только в одно место выгружают. Монополисты, наверное. В надежде все-таки получить уголь ночуют в машине и другие водители. Только вот ожидание оправдывается не всегда. Теперь частникам заявили, что установлен лимит на выдачу. Сутки переночевали здесь, угля не дали. Сегодня вроде пообещали, но по три тонны. А три тонны это очень мало, не хватит протопить. Вот еще и не знаем, загрузимся или нет. Ночевали в машине, чтобы машину охранять. Получателям социального угля везет чуть больше. В первую очередь отпускают пенсионерам и инвалидам. Но и то, если живут они в Усть-Каменогорске. В селах такие же пенсионеры остаются сейчас без угля. Возмущается еще один перевозчик Марат Айтуаров. Почему это пенсионеры в городе важнее сельских? Почему для сел тоже не ведут категорию социальный уголь? Там тоже живут люди, а нас в итоге называют просто частниками. Руководство точки продаж разъясняет, дело не в них. За этот день, к примеру, им привезли всего 487 тонн твердого топлива. При вместимости склада до 3500 тонн. Это очень плохо. Это знает и Аким области, и ЖКХ области, и Аким города. Что это, Каражира писала, что нет достаточного количества вагонов. А так как у них нет вагонов, соответственно, и к нам она не грузится. И вот она, цепочка эта тянется, тянется. В управлении ЖКХ отмечают, что в ближайшие дни в регион прибудут 23 вагона. Это 1600 тонн угля. Хватит ли этого или нет, пока неизвестно. Чиновники же убеждают, что основные поставки топлива уже завершились, и 97% жителей им обеспечены. Получается, что точки продаж сейчас штурмуют оставшиеся 3%? Не похоже. Анна Лисенвертина, Жекаря Папаканов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. Павлодар подключают к системе централизованного теплоснабжения. В этом году раньше, чем в прошлые годы, с 16 сентября подали тепло в социальные объекты, а следом и в жилой сектор. У полутора сотен многоэтажек уже горячие батареи. Около тысячи еще ждут очереди с актами готовности. Это при том, что в областном центре еще не завершили ремонты на магистральных сетях, как тепловых, так и водопроводных. На этапе подготовки к отопительному сезону коммунальщики выявили множество повреждений. В результате без горячей воды уже несколько месяцев живут целые микрорайоны. Аким Города сказал, что до 1 октября все будут с горячей водой и с теплом. Тепловые сети звонишь, они отвечают, что смотрите график, а что мне график, они нас передвигают и передвигают. График мы смотрим, сначала стоял 28 октября, после этого поставили 23 сентября. Мы вот дотерпели, дотерпели, уже ждали вот на днях, и вчера нам люди сообщают, что сместили на 15 октября. Основной причиной отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирных домах является проведение капитальных ремонтов, внеплановых ремонтов, а также проведение мероприятий по устранению повреждений, которые возникли в результате гидравлических испытаний. Больше четырех лет ожидают газификации жители двух сел в Кызлординской области. Торитам и Акай. Они расположены недалеко от Байконура. И хотя звездный городок получил доступ к голубому топливу еще в 2017-м, сельчане его так и не увидели. Хотя чиновники обещали провести природный газ в прилегающие села, где, к слову, проживают около 14 тысяч человек. Старые буржуйки, торчащие из окон дымоходы. Неотъемлемый элемент 90-х годов для жителей поселка Торитам привычен до сих пор. Построенных полвека назад в многоэтажках, сегодня нет канализации, вода и теплоснабжения. Некуда больше идти. Выживаем, кто как может. На зиму уголь мешками закупаем, топим печь в квартире. А что делать? Вот если бы газ дали и к центральному водоснабжению подключили, жить стало бы легче. Уголь покупаем по 17 тысяч тенге. Топливо дорогое. Не каждому по карману. Многие сидят в холодных квартирах. А что делать? Километры газоотводов и межквартальных газопроводов. Их построили 4 года назад для города Байконыр. Магистраль проходит через села Торитам и Акай. Тогда сельчан заверили – газ будет и у вас. Продолжают обещать и сейчас. Каждый год на отчетных встречах Акимы обещают решить проблему. Но газом так и не пахнет до сих пор. Зима уже на носу, а работы даже не начинали. По поселку Торитам разработан проект. Его сметная стоимость – полтора миллиарда тенге. Планируется построить 97 километров газопровода и подключить к нему 1780 домов. Сейчас определяется подрядчик и проводится конкурс по госзакупкам. Определить подрядчика и провести госзакупки предстоит и по проекту газификации села Акай. Сколько времени это займет, чиновники, сказать, затрудняются. Поэтому сельчанам остается лишь ждать и вновь запасаться дровами и углем. Найхан Тажибаев, Альхайдар Турлханов, Казалардинская область, Хабар-24. Подготовить республиканский план мероприятий, посвященных празднованию 30-летия со дня принятия государственных символов, поручил государственный секретарь Крымбек Кущербаев. Наряду с этим необходимо продолжать работу по оптимизации ведомственных наград, использовать потенциал общественных организаций, продвижение государственной символики и патриотическом воспитании молодежи, отметил Кущербаев. Сегодня в столице прошло заключительное в этом году заседание Республиканской комиссии по вопросам госсимволов. В завершение встречи была презентована книга-альбом «Казахская геральтика». Потребление дизельного топлива в Казахстане бьет рекорды. По данным Министерства энергетики, в августе отечественные производители реализовали больше 500 тысяч тонн горючего. Это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка. При этом в сентябре темпы продаж сохраняются, но через неделю один из нефтеперерабатывающих заводов закроется на плановый ремонт. Поэтому во избежание дефицита ведутся переговоры по закупу дизеля в России. Чтобы избежать нехватки горючего, уже выделили 440 тысяч тонн для нужд казахстанских аграриев на проведение осеннеполевых работ. Для недопущения срывов в обеспечении дизельным топливом был перенесен плановый ремонт на ПНХЗ. Первоначально планировалось начать ремонт 24 июля с простоем по первичной переработке на 24 дня. Фактически же ремонт начнется 1 октября текущего года. Не проводить плановый ремонт мы не можем, так как от этого зависит дальнейшее безопасное функционирование завода. Всего до конца года в Казахстане планируют произвести около 5 миллионов дизельного топлива, что также станет рекордным показателем. Рост употребления эксперты связывают с низкой ценой нефтепродуктов в нашей стране. Так до 70% выручки от продаж приходится на АЗС, находящиеся на международных трассах. Среди покупателей транзитные большегрузы. При этом эксперты предлагают повысить цены на топливо для иностранных перевозчиков. Если мы обратимся за примером в другие страны, если доп. эндемии были в других странах, то видели, когда товары для резидентов, для граждан продаются дороже, чем, например, для нерезидентов. Такая же ситуация, я думаю, вполне закономерно была бы применима к автотранспорту, который ездит в Казахстане. Это легковые авто, которые зарегистрированы в Кыргызстане, в Армении, в России. Это и грузовой транспорт, который проходит транзитом, потому что в их странах цены на дизель, ну я подчеркнул, на 70, 170 тенге даже дороже, чем у нас. Без крыши над головой рискует остаться пятикратный чемпион Азии, Казахстана и мира по пара-армрестлингу Владимир Уфимцев. Больше 10 лет он безуспешно стоит в очереди на социальное жилье. Если квартирный вопрос не решится нынешнюю зиму, чемпион готовится переждать ветхом дачном домике. Обратную сторону спортивных медалей увидел Вячеслав Ветлуги. На этих кадрах инвалид первой группы, рукоборец Владимир Уфимцев. Сенсационно выигрывает чемпионат страны. Дальше пять побед на Кубке Азии и золото чемпионата мира. С международных турне Владимир возвращается в родной поселок. Здесь старый дом, а точнее все, что от него осталось. Для меня легче со стоптицей. Я кроликов тоже держал. Движение – это жизнь. А хлопот по дому, построенному еще в прошлом веке, хватает. В комнатах рушатся стены, плавится проводка и сыпется печь. Картонками он спрятал, тут как отсюда, и там под картошкой все тоже повызгнили. При аварии на производстве Владимир лишился ног, но не духа. На одно лишь соцспособие он не рассчитывает. Ежедневно выезжает на работу. Так как инвотакси у нас нет в поселке Глубоком, спонсоры дали в аренду машину с ручным управлением. Вот езжу. Профессию кольщика дров Владимир освоил уже будучи инвалидом первой группы. Работа нелегкая, мужская, но для семьи это, пожалуй, единственный доход. Спортивные медали высшего номинала Владимир бережно хранит в квартире дальних родственников. Говорит так спокойнее. Собственной жилплощади у чемпиона нет. В очередь на социальное жилье встал в 2010-м, но списки не проверял и странным образом потерялся там. В 2010-м встал на очередь, там документы надо было обновлять, я больше не обращался. Я обращался, квартиры начали давать, пришел, там новый дом у нас построили, а вас, говорит, очереди почему-то нет. И все, я еще раз встал на очередь в 2016-м году. В Акимате Глубоковского района несостыковки с выдачей квартир для очередников отрицают. Их официально 836 человек. Чиновники поясняют конкретно. Сейчас дома строят для многодетных семей, а Владимир не входит в эту категорию. Поэтому его квартирный вопрос пытаются решить с помощью местных предпринимателей. 3 миллиона тенге мы уже нашли. У нас есть свой благотворительный фонд развития предпринимателей района, выделили эти деньги. Но их недостаточно, поэтому мы обращались к ведущим крупным предприятиям города Ускаминогорск, пока они нашу просьбу не поддержали. Вопрос пока остается открытым. Тем временем Владимир продолжает готовиться к зиме и новому чемпионату мира. К слову, только в Восточном Казахстане 504 инвалида официально занимаются профессиональным спортом. Многомиллионных контрактов у них, как правило, нет. Зато есть гордость, сила духа и желание побеждать, вопреки всем жизненным трудностям. Вячеслав Витлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар, 24. Сегодня на раскаточном катке Алматы-Арена состоялось открытие Кубка мира по керлингу. Это 20-й кубок имени Ельбасен Нурсултана Назарбаева. Соревнования такого уровня в нашей стране проводят впервые за 20 лет развития этого вида спорта. Три дня в игре будут участвовать 12 команд из Казахстана, еще шесть из России, Финляндии, Швейцарии, Литвы, Эстонии и Афганистана. Кубок проходит при поддержке Министерства культуры и спорта страны и Национального олимпийского комитета. У нас это молодой вид спорта, но уже завоевал большую популярность. На следующий год мы планируем также Кубок мира. Мы сейчас на стадии переговоров. Готовим долговременную программу развития керлинга в Казахстане на 3-4 года. С перспективой проведения соревнований в республике, не только в Алмате, но и в других регионах. Основной целью мы ставим, чтобы Алмата стала центром керлинга не только в Казахстане, но и в Средней Азии, Центральной Азии и, возможно, даже и большего масштаба. Редактор субтитров А.Семкин